В жизни все люди вокруг тебя — это учителя. Если вы находитесь в плохих отношениях сейчас, то вы являетесь студентом того, как создавать хорошее отношение. Если у вас плохая ситуация с боссом, эта ситуация учит вас тому, как найти себе лучшего босса. Кто бы мог подумать, что за все годы шоу Опры Джим Керри будет один из наших величайших учителей. Джим Керри! Окей, окей. Очевидно, ты знал. Очевидно, ты знал где-то внутри себя, что тебе предназначено быть знаменитым. Потому что я думаю, это действительно сродни чуду. Это штука визуализации, которую ты делал. Вы читали или слышали об этом? Что ты приезжал на Малхолланд Драйв и визуализировал, представлял себя. Да, я представлял. Я делал это. Это было, когда ты жил в бедности? Да. Как режиссеры интересовались мной, и люди, которых я уважал, говорили, «Да, мне нравится твоя работа». Я визуализировал то, как вещи, которые я хотел. Это был 1987 год? Да, да. У меня не было ничего в то время. Это просто позволяло мне чувствовать себя лучше. На то время все, что это для меня значило, способ почувствовать себя хорошо. Я ехал домой и думал, «Хм, да, у меня действительно есть все эти вещи. Они там, где-то, просто пока я не могу к ним прикоснуться». Окей, и ты все это брал откуда? Из книг о саморазвитии? Да, да. Из секции о саморазвитии. Из секции о саморазвитии. Они ее переименовали в «Крыло Джима Керри». Разве ты себе не выписывал чек? Я слышал, что ты делал это. Правда? Я выписал себе чек на 10 миллионов долларов за актерские услуги. Я дал себе 5 лет, может быть, 3 года. Я поставил там дату Дня Благодарения, 1995-го, и положил его в кошелек. Он там лежал и потихоньку мялся, и разлагался. Да. И потом, прямо перед Днем Благодарения, 1995-го, я обнаружил, что получу 10 миллионов долларов за тупое еще тупее, по-моему. Тупое еще тупее, да. И так ты визуализировал себя. Визуализация работает, если ты много работаешь. Да, именно так. Ты не можешь просто визуализировать и потом, знаешь, пойти съесть сэндвич. Люблю это. Это был такой мощный момент для меня, потому что я не была человеком, который использовал визуализацию или раздумывал над своей системой убеждений в таком практическом смысле. И я многому научилась у Джима Керри на этом шоу, и он абсолютно прав. Если вы можете увидеть это и поверить в это, становится намного легче достигнуть этого. Спасибо, Джим, за напоминание всем нам об этом уроке.